МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь-4. Главные события жизни региона, актуальные комментарии, важные итоги прошедших 7 дней. Наши корреспонденты постарались увидеть суть, не упустив ключевых деталей. Здравствуйте. Главное политическое событие весны. Глава государства обратился к белорусскому народу и национальному собранию. Что услышали жители Гомельской области в речи президента, узнали наши корреспонденты. Навести порядок и отвлечься от повседневной рутины. Сотни тысяч жителей региона приняли участие в республиканском субботнике. Дежурные по телекухне сегодня самые юные ведущие областного телевидения. Проекты о детях и для детей. В материале Светланы Князевой. Грибы челлендж или новая песня о главном. Реческие спасатели взорвали интернет-кавером на самую ротируемую песню весны. Подробнее об этих и других событиях недели в ближайшие 26 минут. На уходящей неделе президент Беларуси Александр Лукашенко обрадился с ежегодным посланием к белорусскому народу и национальному собранию. Пожалуй, главный вопрос для жителей любого региона – право на труд и достойную зарплату. При этом Александр Лукашенко убежден – основой для ее роста должна стать производительность труда. Это комплексная задача, которая подразумевает перевооружение старых и создание новых производств, внедрение современных технологий и автоматизацию. А еще подготовку рабочих и специалистов высокого класса. Правительству поставлена задача обеспечить в этом году зарплату в одну тысячу рублей. Но эти деньги должны быть заработаны. В полной мере это касается и нашего предприятия, где установлено новое оборудование. Мы тоже ищем новые рынки сбыта, работаем над уменьшением себестоимости выпускаемой продукции. И эта работа не останавливалась и будет вестись дальше. На промышленных предприятиях специального просмотра выступления не организовывали, чтобы не останавливать производственный процесс. А вот в вузах студенты следили за обращением главы государства в реальном времени. В Белорусском государственном университете транспорта телевизор установили в одном из читальных залов. Несмотря на то, что это в первую очередь учебное заведение, актуальным для университета является и вопрос экспорта услуг. С 2012 года здесь работает испытательный центр железнодорожного транспорта. В числе заказчиков – Россия, Франция, Узбекистан, Япония. Только в прошлом году экспорт составил почти 1 миллион 300 тысяч долларов. Делегация Белгута во главе с ректором университета вернулась с Китайской Народной Республики. Посещала университеты и профильные транспортные предприятия. Заключено соглашение о сотрудничестве, а это совместные научные разработки, это новые технологии. Мы стараемся с каждыми предприятиями заключать соглашение о стратегическом партнерстве. Еще одна актуальная для Гомельской области тема – развитие предпринимательства. В последние годы число малых предприятий увеличивается, но их деятельность могла бы быть более эффективной. Александр Лукашенко убежден – активизация деловой инициативы – одна из наиболее важных государственных задач. По ряду причин сегодня субъектам хозяйствования трудно конкурировать на рынке, а потому для них необходимо создать более благоприятные условия, в том числе через исключение лишних проверок. Сейчас готовится соответствующий декрет президента, и Гомельская область имеет свои предложения. Основные трудности вызывали вопросы контрольной деятельности, связанные с выполнением требований МЧС, санитарно-гигиенических норм и ряд других. Я думаю, что в новых документах найдет отражение их упрощения и возможность работать без выполнения ряда норм, которые уже устарели. Более 450 тысяч жителей региона накануне приняли участие в республиканском субботнике. В стороне не остался ни один район. На благоустройство объектов наиболее пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС Ветковского района отправился трудовой десант Гомельского облсполкома. Вместе с местными жителями руководство региона работало над приведением в порядок Красной площади, Центрального парка и Аллеи Героев. В городе обновлены система водоотведения, фасады общественных зданий, объекты культуры. Проведена побелка деревьев, покрашены фонари, благоустроены детские игровые площадки и дворовые территории. Без внимания не осталась также территория усадьбы 19 века в деревне Хальч. Были выполнены такие виды работ, которые сегодня отвечают всем требованиям жизни и деятельности. Это прежде всего благоустройство парков, скверов, осуществлена высадка деревьев, также благоустройство захоронений и объектов историко-культурного наследия. Я думаю, что такие мероприятия объединяют людей, объединяют в порыве навести порядок на своих территориях, объединяют какой-то идеи сделать что-то хорошее для своего дома, для своего города, для своей области. В Гомеле республиканский субботник собрал более 150 тысяч человек. Жители областного центра приводили в порядок улицы, скверы и дворовые территории. Одним из центральных мест проведения работ стал фестивальный парк в Советском районе. Над его благоустройством работало руководство города, представители депутатского корпуса и общественных организаций, а также простые гомельчане, которым важны порядок и чистота в родном городе. Городские власти во время субботника высадили в парке почти 40 деревьев. Небольшой дождь, не помеха труду и хорошему настроению. Как признаются участники субботника, совместная работа вдохновляет, а благодаря ей с каждым годом Гомель хорошеет и становится более уютным. Я благодарен нашим горожанам. Желание благоустраивать город, делать его красивее и лично участвовать в этих вопросах, вот я за это им очень благодарен, потому что это как раз одно из составляющих системы той работы по благоустройству нашего города, которая дает довольно неплохие результаты. В деревне Борисовщина Хоникского района собрались самые юные участники трудовой акции. Здесь прошел молодежный субботник. В конце 19-го, начале 20-го века на этой территории был построен усадебно-парковый комплекс, который сейчас имеет статус объекта историко-культурного наследия. Еще в 70-х годах эти постройки использовали в качестве жилья. После Чернобыльской катастрофы комплекс пришел в упадок. Сейчас над ним взяли шефство молодежно-общественные организации, которые периодически наводят здесь порядок. Кстати, несмотря на то, что практически все здания частично разрушены, это место пользуется популярностью у иностранных туристов. По предварительным подсчетам, во время республиканского субботника Гомельская область заработала более 1 миллиона 160 тысяч рублей. Объем, произведенный в этот день промышленной продукции – 335 тысяч рублей. И к другим событиям уходящей недели. Коротко о том, над чем работали корреспонденты службы информации в традиционном обзоре. На этой неделе наш регион посетила делегация Павлодарской области Казахстана. Зарубежные гости ознакомились с производственным процессом на предприятиях Жлобина, Рогачева и Гомеля. Товарооборот между регионами Беларуси и Казахстана с начала 2016 года составила 4 миллиона долларов. Гомельщина поставляет мясомолочную продукцию и оборудование для железной дороги. В структуре импорта главная статья – сырье для БМЗ. У регионов много перспективных направлений для сотрудничества. Руководство Павлодарской области планирует пригласить для обмена опытом гомельских архитекторов и сотрудников ЖКХ. Также на территории Казахстана с сильным частным сектором экономики перспективная организация бизнес-туров. По окончании визита в Гомель подписан меморандум о сотрудничестве свободных экономических зон. Председатель Гомельского облсполкома Владимир Дворник получил приглашение посетить международную специализированную выставку «Экспо-2017», которая пройдет в Астане. Тем временем в свободной экономической зоне Гомель-Ратон подвели итоги деятельности резидентов за последний год. Сейчас Гомельская СЭС насчитывает 78 резидентов, предприятия которых работают в 11 районах области. Среди основных инвесторов – представители России, Украины, Германии. В 2016 году резиденты Гомель-Ратон вложили в экономику области 12 миллионов долларов, при плане в 10 миллионов. По итогам работы 15 резидентов получили специальные награды. Учитывались создание новых рабочих мест, выпуск инновационной продукции и рост экспорта. В Международный день земли в Гомеле прошел первый в Беларуси эко-марафон. Организаторы подготовили два маршрута. Первый – корпоративный, был самым массовым. Его участникам предстояло преодолеть 6 километров. Подготовленные бегуны вышли на старт классического марафона на дистанцию 42 километра 195 метров. Маршруты пролегали по улицам Гомеля. Участие в экологическом марафоне приняли более 4000 любителей бега. На этой неделе погода устроила серьезные испытания автомобилистам, аграриям и по сути всей природе. Поддавшись соблазну первых солнечных дней, зацвели некоторые плодовые деревья, а посевная взяла большой разгон. Тут-то и ударили ночные заморозки. К чему привели капризы небесной канцелярии? Ответы в сюжете Анны Ковалевой. Абрикосовые деревья зацвели около недели назад. К примеру, вот это. На первый взгляд кажется, что урожай будет богатым. Но если присмотреться, можно увидеть вот такие вот потемневшие цветы. Такие плодов уже не принесут. Это итог ночных заморозков. Часть агрономов делает радикальные выводы. Говорят, апрельские морозы на будущем урожая абрикосов скажутся критично. Оказывается, эти деревья, в отличие от яблонь, которые сейчас в состоянии покоя, реагируют на малейшее потепление и самостоятельно выбирают фазу вегетации. Жаркие дни в начале апреля испутали их ориентиры. К счастью, сельское хозяйство Гомельщина из-за этого серьезных потерь не понесет. В нашем регионе абрикосовые деревья в промышленных масштабах попросту не выращивают. Опасаться убытков не стоит и садоводам-любителям. Так, во всяком случае, считает генеральный директор Гомельской областной ассоциации производителей плода овощной продукции Валерий Попков. У меня более жесткое мнение по поводу абрикос и персиков. Скажу из своей практики. Я получал персики, но чуть меньше вот этого микрофона. Огромные, не так может быть опасно, как подмерзает свет. Всегда часть останется. Вы ведь должны понимать, что если бы на дереве то, что оно цветет, и завязались плоды, никакое дерево не выдержит. Оно просто развалится, как карточный домик. Только благодаря тому, что природа регулирует, оно держится. Оно само сбрасывает в зависимости от создавшейся условий. Поэтому, если что-то и подмерзнет, то только к лучшему. Плоды будут крупнее. Кому всерьез угрожают последствия апрельских морозов, так это яровым культурам. Поля, отведенные для них, на момент похолодания были засеяны уже полностью. В первую очередь гибель грозит рапсу. Возможные потери сейчас оценивают специалисты. В эти дни идет сев кукурузы. Правда, опять-таки из-за холодов пришлось замедлить этот процесс. На полях только 40% техники. Как говорят в областном гидрометцентре, температура почвы для пассивных работ должна быть плюс 10. Но столбик термометра явно не дотягивает до нужной отметки. Любителям картошки ученый-агроном Валерий Попков советуют ждать 1 мая. Тогда условия будут подходящие, чтобы сажать главный белорусский овощ. Небольшую путаницу морозы создали и автомобилистам. На сегодня почти все они сменили зимнюю резину на летнюю. В такой автомобильной обуви было особенно опасно, когда наблюдалась гололедица с утренними туманами. Но, к счастью, на оперативных сводках это никак не отразилось. Многие автомобилисты понимают, насколько коварны бывают утренние заморозки. И ведут себя довольно осторожно. И это показывает наша статистика. За эту неделю прохладную в Гомельской области всплеск дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано. Виновником затяжного похолодания стал антициклон, пожаловавший к нам из Заполярья. Он накрыл Беларусь, часть России и Прибалтики. Ночные заморозки, которые он принес на этой неделе, стали уже почти привычными. Однако нормой для этого периода года точно не являются. Такая температура на 5-6 градусов ниже климатической нормы. Наиболее холодные температуры, минус 5-6, наблюдались по западу и местами в центральных районах. Такой температурный фон характерен скорее для конца марта, начала апреля. В последний раз ситуация подобная наблюдалась в 2009 году. Если верить архивам гидрометцентра, были времена, когда в эти же дни Гомельщина и вовсе была под снегом. Так, в 87-м высота снежного покрова была почти 30 сантиметров, а в 94-м – 15. Поэтому, как советуют синоптики, жаловаться на нынешнюю апрельскую погоду сильно не стоит. Тем более, что по их прогнозам, ближайшая ночь завершит период похолодания. С воскресенья на понедельник столбики термометров опустятся до минус 3. Но затем воздушная масса сменится, ночные заморозки отступят и придет долгожданное потепление. Уже во вторник воздух прогреется до плюс 15, и температура будет повышаться почти всю неделю. Анна Ковалева, Игорь Морищенко, Михаил Рабков. Итоги недели. С начала года в Гомельской области начали предпринимательскую деятельность более тысячи человек. По мнению специалистов, их количество будет только расти. Ведь открытие и ведение бизнеса белорусские власти в скором времени обещают упростить. Документы, которые лягут в основу революционных проектов, сейчас активно обсуждаются в сети. Эта тема вызвала настоящий резонанс и на очередной встрече деловых женщин нашего региона, которая была посвящена развитию женского предпринимательства. Перспективу оценила Марина Джалая. В Гомельской области более 25 тысяч индивидуальных предпринимателей. 10 тысяч из них занимаются торговлей. Чаще всего у руля такого бизнеса находятся женщины. И решения об открытии собственного дела многие из них принимают, оказавшись в сложной финансовой ситуации. Когда целиком на их плечи ложатся не только домашние заботы в качестве жен и матерей, но и ответственность за материальное благополучие своей семьи. Так начинается путь к мечте о собственной независимости. Что нужно для того, чтобы мечта стала реальностью? Идея, знания, стартовый капитал – да. Удобная и понятная законодательная база изменений, в которой сейчас прорабатываются в Беларуси – тоже да. А еще не без различия специалистов, от которых во многом зависит, станет ли этот бизнес-локомотив на своей рельсе. В этом убеждена и председатель Гомельской областной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» Галина Пашет. А вот, кстати, и она. Здравствуйте, Галина Михайловна. Добрый день, Марина. Безусловно, я полностью согласна с вами. Но, наверное, надо сначала замечтать эту идею. Мечтать – это хорошо и, как говорится, абсолютно безвредно. Но когда человек начинает делать первые шаги к осуществлению задуманного, то не споткнуться, не спасывать перед сложностями бывает очень непросто. И самое обидное, когда эти сложности искусственные, и воздвигают их перед пока еще неопытными бизнесменами те, от чьей подписи на документе зависит дальнейшая судьба всего дела. И так бывает очень часто. Но если посмотреть вокруг, то сколько можно найти примеров, когда именно благодаря предпринимателям в городе появляются детские игровые, спортивные площадки, медицинские учреждения, новые магазины. Да и как бы выглядел, например, в Гомель без частного бизнеса? Конечно, если говорить о том, что как все просто в бизнесе, конечно, это непросто. Мы это все прекрасно понимаем. Но я хочу сказать, что не надо пасовать перед трудностями. Если закрывается одна дверь, стручитесь в другую, мы прекрасно понимаем, как сложно даются какие-то согласования, какие-то лицензии. Но за этим будущее все равно. Иногда бизнес – это семейное дело, передаваемое из поколения в поколение. А порой риск и огромная ответственность отдельного человека, который идет ва-банк в попытке получить финансовую независимость и заняться делом своей жизни. И вообще, кому проще вести бизнес – мужчине или женщине? Кому проложить свой путь к заветной цели сквозь тернии закона и жесткой конкуренции легче? Об этом мы порассуждали с бизнес-леди, за плечами которой 15-летний опыт ведения своего дела. Татьяна Мизенко буквально после получения диплома в высшем ветеринарном образовании начала мечтать о собственной клинике. Через несколько лет появился свой кабинет. А год назад удалось построить настоящий медицинский центр, в котором Татьяна и хозяйка, и врач. Кстати, для Гомеля это учреждение стало настоящим подарком. За сутки здесь оказывают помощь примерно 100 животным. А большинство услуг невозможно получить больше нигде в области. Несмотря на закаленный характер и жизненную стойкость, во время интервью Татьяна вспоминает, как много преград пришлось преодолеть, и то и дело смахивает слезу. Никаких рыцарей в бизнесе нет. Никто на блюдечке ничего не приносит. И, конечно, для мужчин вообще бизнес – это игра и соперничество. А для женщин – это ребенок, это рождение, это пестование, это развитие, обучение, это семья. Законы для всех одинаковые. Понимаете, что мужчина будет нести ответственность, что женщина. Другое дело, что как относиться к своим поражениям. Надо понимать, что нужно уметь держать удар. Сейчас в нашей области около 36,5 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Порядка 10 тысяч – это юрлицы и 26,5 тысяч – индивидуальные предприниматели. Благодаря их деятельности в бюджет области с начала года поступило около 94 миллионов рублей. Это 18% от всех поступлений. Кстати, это второе место среди всех регионов Беларуси после Минской области. И если наше законодательство в названной сфере действительно либерализует, то эти цифры несомненно возрастут, как и количество людей, которые захотят начать заниматься собственным делом. Марина Джалая, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». Специально для итогов недели. К грядущему дню радиотелевидения мы приурочили цикл сюжетов о главных проектах телерадиокомпании «Гомель». И сегодня приготовили для вас очередную порцию секретов телевизионной кухни. Детское вещание – один из самых сложных ее сегментов. Позовите детей к телевизору. Мы научим только хорошему. Вот уже восьмой сезон в студии телерадиокомпании «Гомель» проходят встречи юных интеллектуалов. «Эрудит пятерка» – это лично командная игра, интеллектуальная разминка для тех, кто хочет проверить свои знания по самым различным направлениям. За семь лет существования проекта его популярность перешагнула границы нашей области. И на интеллектуальные турниры в «Гомель» приезжают лучшие клубы со всей страны и даже из-за рубежа. Страна безопасности – страна для маленьких телезрителей «Гомельщины». Это удивительное место. Оно единственное на земле. И здесь с вами, со мной ничего плохого не может случиться. Впервые программа вышла в эфир в марте прошлого года. Позади 174 выпуска с участием 88 гомельских школьников, эксперты по безопасности, представители ГАИ и МЧС, милиционеры и детские врачи. Каждое посещение страны безопасности приносило ее маленьким обитателям море положительных эмоций и, конечно же, знание важных правил безопасного поведения. Не обходилось и без сюрпризов. В канун Нового года победителей финала поздравили не только Дед Мороз и Снегурочка, но и министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Владимир Ващенко. Поздравляю вас. Я надеюсь, будем дальше вместе работать. Страна безопасности неоднократно была представлена в различных республиканских конкурсах по линии МВД и МЧС. Совсем недавно в одном из них она одержала победу в номинации «Лучшая телевизионная программа по безопасности». Главной целью детской тематической телепрограммы «Страна безопасности» является недопущение детской гибели от внешних причин, а также обучение детей правилам поведения в случае возникновения любой чрезвычайной ситуации. В 2016 году в Гомельской области недопущено фактов гибели и травматизма детей на пожарах. И это главный результат. А совсем скоро, уже 8 мая, стартует новый сезон программы. В начале прошлого года телерадиокомпания «Гомель» при поддержке Управления образования Гомельского облсполкома объявила проведение кастинга телеведущих детских программ. Это был старт нового и амбициозного проекта «Юная телезвезда». Отборы талантливой молодежи прошли во всех городах Гомельской области. Участие в кастинге приняли около 500 школьников нашего региона. Победители и финалисты получили шанс стать ведущими и участниками программы «Классный час», которая уже стартовала на телеканале «Беларусь4.Гомель». «Классный час» – это программа о жизни, увлечениях и учебе глазами подростков. Авторы передачи задались целью внести свой вклад в воспитание и образование детей и юношества. Целевая аудитория – дети от 10 до 16 лет. Привет всем юным телезрителям, их учителям и родителям. В эфире «Классный час» на «Беларусь4». Скучно не будет, ведь вас ожидают встречи с очень интересными и неординарными людьми, а также познавательные и увлекательные рубрики. Корреспонденты программы «Классный час» побывали на республиканских и международных конкурсах и фестивалях и готовы поделиться своими впечатлениями. Работа с детьми и для детей – это особенная работа. Она дарит заряд энергии и отличного настроения. Главное – не бояться творческих экспериментов. Светлана Князева, Игорь Морищенко, Новости недели. По традиции, в конце итогов выпуска новостей мы расскажем о наиболее значимых культурных событиях региона. С ними нас познакомит наш обозреватель Вероника Ворошилина. Она сейчас на связи со студией. Вероника, здравствуйте. А чем вам запомнилась уходящая неделя? Здравствуйте, Дмитрий. Уходящая неделя подарила немало интересного. В Гомеле с гастролями выступил Белорусский государственный театр «Кукол». Для юной и взрослой аудитории столичные артисты подготовили сразу три оригинальных постановки. Также на этой неделе порадовал гомельчан новой премьерой и областной драматический театр. Зрители увидели лирическую комедию с неожиданными сюжетными поворотами. Спасибо, Марго. Неделя также отметилась рядом интересных тематических мероприятий и выставочных проектов. Не переключайтесь, ближайшие несколько минут о них мы расскажем в нашем культурном обзоре. В Гомеле стартовал 14-й пасхальный фестиваль. Торжественное открытие сопровождалось мастер-классами, выставками и концертной программой. На протяжении месяца в регионе запланирован ряд духовных и культурно-просветительских мероприятий. А тем временем дворец Румянцевых и Паскевичей приглашают познакомиться с историко-культурным наследием нашего региона. На выставке «Архитектурная память гомельской земли» представлены макеты храмов, монастырей, усадеб и других знаковых объектов, которые сохранились до наших дней. Главная цель – привлечь внимание общественности и, в частности, молодежи к вопросу их дальнейшего сохранения. В картинной галерее Гаврила Ващенко на этой неделе открылась выставка, которая позволяет посетителям окунуться в атмосферу поистине аристократической роскоши. Здесь можно увидеть уникальные изделия из серебра, которые в разное время служили предметами быта и интерьера. Канделябры, сервизы, часы, портсигары, холодное оружие. Представленная коллекция включает более 200 экспонатов, выполненных с использованием различных ювелирных техник. Здесь можно увидеть действительно редкие изделия. К примеру, стильный японский сервиз 1920-х годов, выполненный из серебра очень высокой 998-й пробы, который являлся дипломатическим подарком. В этом же списке и тибетский палаш – холодное оружие конца 18 века. А в кинотеатре имени Коалинина провели конкурс двойников знаменитого актера и шоумена Дмитрия Нагиева. Возможность примерить на себя самую харизматичную роль премьерной киноленты «Кухня. Последняя битва» досталась гомельчанам Валентину Михайлову и Виталию Шамрову. С поставленной задачей непрофессиональные артисты справились отлично. Все присутствующие зарядились позитивом, угостились вкусными блюдами и поучаствовали в интересных конкурсах. Впечатлила неделя и примерными спектаклями. В Гомеле с гастролями выступил Белорусский государственный театр «Кукол». Столичные артисты привезли две детские постановки «Пеппи», «Длинный чулок» и «Волк» и «Семера козлят», которые учат ребятишек умению мечтать, всегда оставаться оптимистом и верить исключительно в хорошее. А для аудитории «18 плюс» была показана черная комедия «Интервью с ведьмами» по мотивам сказок «Вратев грим». Спектакль полный мистики, содержит вокально-хореографические элементы и поднимает самые актуальные проблемы современности – весьма неординарной интерпретации. Порадовал гомельчан новой премьерой и Гомельский областной драматический театр. Зрители увидели лирическую комедию с неожиданными сюжетными поворотами «Спасибо, Марго». Это история о людях, которые пребывают в поисках личного счастья, о жизни, где правит любовь, но порой все решает и во величество случай. Следующая неделя обещает быть не менее щедрой на интересные культурные события. Во дворце Румянцевых и Паскевичей откроется выставка, которая расскажет о судьбе и тайнах известного княжеского рода Радивилов. В свою очередь в Светлогорском центре культуры юных посетителей ждет увлекательный квест в поисках морских сокровищ. А в Жлобинском центре культуры будет подготовлена познавательная программа для детей «Сундук вежливых слов». И это все, о чем мы успели вам рассказать. Следите за культурными событиями региона вместе с нами и будьте в курсе всего самого интересного. Обзор подготовили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Специально для программы «Новости недели». И еще одно событие, о котором мы не можем не упомянуть. Белорусский сегмент интернета на этой неделе взорвало видео от реческих спасателей. Сотрудники МЧС сделали кавер на хит «Тает лед» украинской группы «Грибы». Очередная пародия на уже изрядно поднадоевшую песню была встречена на ура. Многие пользователи писали, что это единственный достойный кавер. Не ускользнул видеоролик и от внимания журналистов. О реческих спасателях написали практически все белорусские СМИ. Видео набрало более 130 тысяч просмотров. Сами работники МЧС говорят, что сняли ролик не ради популярности, а в целях профилактики. Еще раз напомнить родителям, что оставлять детей без присмотра небезопасно. Всех спасли, значит, было все не зря. Изошелся с огнем, дома горят. Не оставляйте детей без присмотра никогда. Это были итоги минувших семи дней. Мы следим за происходящим, чтобы рассказать главное. До встречи ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова